Этот салат такой освежающий и такой вкусный. В нем много антиоксидантов. В нем много флавоноидов. В нем много магния. В нем много омега-3 жирных кислот. В нем есть все, что нам нужно, чтобы немного взбодриться утром или вечером. Так что позволь мне поделиться с тобой моим рецептом. Так вот, что я сделала на самом деле. Я действительно нашла время, пошла на кухню и приготовила салат. Так что если ты хочешь отправиться со мной в путешествие, чтобы приготовить салат, тогда давай сделаем это. Можешь быть где угодно и знать, как правильно питаться для достижения эрекции. Вот в чем все дело на самом деле. Позволь мне дать тебе рецепт салата, который может тебе понравиться. Это может быть похоже на твою версию салата Виагра. Если принимать его регулярно, это поможет не только бороться с проблемами эрекции, но и излечить их. Так вот, когда мы думаем об ректильной функции, мы говорим об этом. И когда мы думаем о том, что ты знаешь, что это за салат с функцией эрекции. На чем всегда хочется сосредоточиться, так это на основных ингредиентах. Это основа салата, которая поможет увеличить выработку оксида азота. Это поможет увеличить приток крови. Поэтому я думаю, что первое, что мы хотим всегда использовать в качестве основы для салата, это листовой зеленый овощ. В этом путешествии достаньте свои тест-полоски на оксид азота и проведите тест, чтобы узнать, каков ваш уровень оксида азота. Когда дело доходит до оксида азота, большинство из нас будут истощены, если вы не будете постоянно сосредотачиваться на такого рода вещах. Так что ты протестируешь это, а затем попробуешь салат с функцией Е и протестируешь еще раз. Если ты не почувствуешь, что немного покраснело, значит у тебя действительно есть какие-то проблемы с кишечником, на которые нам нужно обратить внимание. Или какие-то проблемы с бактериями во рту, на которые ты должна обратить внимание. Нужно сосредоточиться на исцелении, чтобы все эти полезные вещества могли помочь наладить кровообращение. Поэтому первое, с чего я всегда советую начинать. Это действительно вкусная рукола. В европейских странах, здесь, в Штатах, вы называете ее руколой. У меня вкусная органическая рукола. Обязательно вымойте ее, чтобы получилось примерно 3-4 чашки руколы. Так что, конечно, сначала нужно ее помыть. Так что приготовь где-нибудь от 3 до 4 чашек руколы. А потом сделай то, что я люблю делать с руколой. Потому что на самом деле мне нравится брать руколу и смешивать ее. Если тебе нравится свекла, добавь свеклу в салат. Добавим еще 2 чашки шпината. Еще одна особенность шпината в том, что он богат витаминами. В нем содержится магний, и нам нужен магний для того, чтобы все работало в принципе. Но на самом деле нам нужен магний для того, чтобы наши кровеносные сосуды могли расслабиться и помочь устранить часть кальцификации, которая образуется в наших артериях с течением времени. Эти рецепты помогут улучшить приток крови не только к мышцам Ди, но и ко всему, что мы собираемся сделать, так это смешать зелень вместе. Но в то же время он не имеет правильного вкуса. Если ты похожа на меня, ты выросла в семье, где все было вкусным. Моя мама добавляла соль, перец, чеснок, паприку, лук, все что нужно. Так что если ты хочешь, чтобы салат был вкусным, я покажу тебе, как это сделать. Потому что это один из моих любимых рецептов салата. Так что вот, что мы сделаем. Ты нарежешь арбуз, я кладу его в холодильник, потому что мне нравится, когда он холодный, как лед. Когда ты пробуешь арбуз, смешанный с сыром пармезан, свежим тертым сыром пармезан или сыром фета и заправкой для салата, которую ты приготовишь. И тогда ты возьмешь примерно две чашки арбуза и добавишь его в свой салат. Посмотри на это, потому что арбуз это не только природная виагра. Он богат ликопином. Оба этих продукта помогут не только потому, что они богаты антиоксидантами, но и потому, что л-цитрулин является одним из предшественников оксида азота. Так что мы можем расширить кровеносные сосуды. Сделай так, чтобы кровь быстрее циркулировала по венам. Так что у нас есть основа для салата. А теперь перейдем к остальным частям салата. Прежде всего я люблю сыр. В сыре нет ничего плохого. Мне нравится свежий тертый пармезан. Все эти вещи хороши в умеренных количествах. Сыр на самом деле может помочь повысить уровень дофамина. Дофамин это гормон страсти. Он подпитывается предвкушением. Он помогает нам чувствовать себя сексуальными. Это помогает нам хотеть быть там. Это помогает нам хотеть быть вместе. И это заставляет нас хотеть стать лучше. Так что добавляйте немного сыра в свой салат. Я думаю, это очень важно, если вы хотите немного вкуса. У меня непереносимость лактозы, так что я собираюсь взять немного тертого пармезана. Я бы сказала примерно от половины стакана до чашки. В зависимости от того, как тебе это нравится. Есть много данных о целебных свойствах более темных фруктов синего цвета. Так что возьмите примерно чашку черники и бросьте ее туда прямо сейчас. Если вы не хотите делать акцент на заправке для салата, в которой есть немного уксуса и немного кислинки, вам понадобится лимон. Просто выдави его туда, чтобы добавить немного кислинки к сладости салата. А теперь перейдем к следующей части этого блюда. Тебе нужно взять немного хороших тыквенных семечек. Они сушеные, обжаренные, их не солят. Насчет тыквенных семечек. Доказано, что тыквенные семечки помогают облегчить проблемы с мочеиспусканием. Поэтому если у вас гиперактивный мочевой пузырь или если ваша простата вызывает какие-то проблемы, употребление горсти тыквенных семечек в день будет иметь большое значение. Возьми эти тыквенные семечки и просто посыпь ними салат. А теперь еще одна особенность тыквенных семечек. Это исследование, в котором использовалась тыква. Масло из семян вместе с мягким маслом пальмета действительно помогает уменьшить простату. Они обладают противовоспалительным действием, а простата играет важную роль в эвакуляции. Поэтому вам нужно, чтобы простата работала должным образом. Цинк, содержащийся в тыквенных семечках, может помочь в этом, потому что, когда они на самом деле изучали мужчин с раком предстательной железы, то заметили, что значительная часть этих парней на самом деле страдает дефицитом цинка. При приеме целого ряда добавок с цинком вы можете истощить запасы меди и создать новый дисбаланс, который не обязательно возникнет, если вы будете получать ее из своего рациона. Пармезан дал нам витамин В12. В нем содержится около 10 граммов белка на порцию, так что у нас уже есть немного белка, но мы хотим усилить его с помощью омега-3, так что в тыквенных семечках содержатся омега-3 жирные кислоты. Но что мы можем сделать, чтобы добавить их еще больше? Лосось посолите, поперчите, положите в бройлер или тостер примерно на 12 минут, чтобы он получился идеальным. Достаньте, у вас есть белок, который вы хотите съесть с салатом. Вы также можете использовать обжаренный лук, знаете ли. Иногда утром я первым делом готовлю салат и готовлю с ним яичницу глазунью. Беру яйцо и кладу его на сковороду. Когда оно будет готово, это мой белок. Это хороший постный органический источник белка, который подойдет к вашему салату. Следующим блюдом будет заправка для салата, так что когда ты выбираешь заправку для салата, мне кажется, что это бальзамический и идеально сочетается с салатом. Просто вода, яблочный уксус, финики, бальзамический уксус и оливковое масло холодного отжима, чеснок, морская соль, семена чия и черный перец. И это все 8 вещей, которые мы могли бы взять с собой в наш дом и сделать сами, что я и делаю постоянно. Так что если ты не хочешь готовить бальзамик с нуля, это отличный бренд. Ты взбиваешь его, а потом просто добавляешь в свой салат. Так что, что делает этот салат вкусным, так это то, что он богат витаминами. Это антиоксиданты, и они предназначены для того, чтобы помочь вашей крови циркулировать. А это важная часть, которая помогает вылечить любое сосудистое заболевание. Все в порядке, так что я все поняла, и я готова приступить к работе. Я надеюсь, тебе понравится. Мой лосось остыл, потому что мне потребовалось так много времени, чтобы снять это видео. Но салат уже готов. К арбузу добавлен пармезан. О да, только посмотри на это. Кто сказал, что салаты должны быть отвратительными?